Доброго времени суток, всем привет! Спасибо за сотню почти комментариев под предыдущей серией. Почти все их прочитал, там еще немного дочитаю, но неожиданно очень много комментариев. Все прочитал, все предложения тоже увидел, прочитал. Спасибо вам большое! Особое спасибо именно доктору Добра за поддержку. Вот его скрин, который он прислал, донатик, ребят. Не смог я опять вывести именно холостовое сообщение доктора Добра, так что скринчиком вот так вот. Думаю, не обидись, все супер написал. Это он за предыдущую серию. В одном из комментариев было предложение попробовать таймлапсом заснять движение именно электропоезда, который движется к станции. Вот, ребят, я как раз и пробую это сделать. Сейчас таймлапсом мы движемся на электропоезде до станции, которую мы будем сегодня переделывать. И дальше расширять свою железнодорожную сеть. Да, я видел там комментарии, говорят, в принципе, красиво все строю, все хорошо. Но железнодорожная сеть мало и мало движения именно на железнодорожной сети. Ну вот сегодня немножко расширим железнодорожную сеть. Добавим, наверное, парочку составов. Хотя я добавляю именно, чтобы вы понимали, ребят, составы по мере их назначения. То есть, если состав не нужен, я не пускаю его. Я знаю, вы, может, смотрите какие-то там видео, где именно миллиарды составов ездят. Но они пустые, ребят, пустые. Здесь совсем другая, иная игра. Если ты снабжаешь город, должен состав ездить. И он должен не просто ездить, он еще и плюс должен давать тебе. Сейчас мы уже подъехали почти к Минску. Будем здесь сделать переделочку. И будем придерживаться одного из стандартов, которого я придерживаюсь именно с самого начала игры. Это четырехпутка. У нас получается крайняя... Да, крайняя у нас выходит. Это пассажирская, внутренняя сторона. Это у нас, получается, выходит для товарняка. Давайте вверх посмотрим на станцию нашу Минск. Сейчас мы ее будем здесь потихонечку переделать. Будем туда, наверное, в гору идти. Нам нужно, знаете, что сделать? Подключить именно завод, который там находится с товарами. И товары начать потихонечку уже доставлять в Санкт-Петербург. Я тут уже удаляю дорогу. Как вы поняли, уже таймлапс начался. И мы тут сейчас будем ставить станцию. Смотрите, я решил поставить станцию именно вглубь города, чтобы как можно больше пассажиров садилось. И такую маленькую я поставлю. Я там чуть-чуть позже, вы увидите. Но если нужно будет поток сделать больше, я поставлю ее больше. На данный момент я не вижу смысла ставить ее большую, там, прибольшую, какие-то огромные станции лепить. И, ну, мне кажется, это не то. Надо ставить станции по мере их назначения. Если здесь нужна маленькая станция, значит, ставим маленькую. Это я провожу как контуры, как разметку, чтобы понимать, где мне сейчас поставить именно станцию и на что мне вообще опираться. Кстати, вот этот вот заводик, это у нас завод сталелитейки. Если по-хорошему, можно было бы его просто запустить бы и направить на товары. Но мы же хитрожопы. Чем дальше везется товар, тем что, правильно, тем больше денег. Хотя в этой игре эти деньги, счет, это такое второстепенное, что они есть, что их нет. Так что попробую максимально построить сеть большущую, прибольшущую. На этом участке возле Минска у нас должна будет развязка быть небольшая, четырехпутная. То есть два пути должно будет уходить вверх, туда в сторону Барнаула. Это у нас пассажирская ветка. И ветка у нас, получается, которая грузовая будет. И в сторону Харькова у нас тоже будет уходить веточка. Также пассажирская и грузовая. Вот видите, я сейчас в Минске ставлю на пассажировую станцию длинноватую. Там у нас, получается, самый длинный поезд перевозит около тысячи пассажиров. Из-за этого я и ставлю маленькую станцию. Ну, это, может, и будет, что много будет людей ездить. Но мало верится. Вот видите, я уже перешел именно к участку, где у нас будут товары. И отсюда я буду возить товары в Санкт-Петербург, как вы уже поняли. Там, в принципе, уже два товара доставляются. Это у нас, получается, топливо и кирпич. Так, мы сейчас отсюда еще и будем доставлять товары. Так они и называются, соответственно. Там еще у нас хлебушек останется. Но мне нужно будет подумать, где запустить именно этот хлеб и доставлять его в город. Потому что, ну, как бы проблематично. Проблематично иногда доставлять какие-то товары. И меня еще предупредили в комментариях. На моих модах расстроились. Довольно так большую карту взяли. Так как я, модов чуть меньше было. Самый крупный город был 5000 населения. Четыре меньше, 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 меньше. И практически невозможно было играть. Потому что игра не оптимизирована, ребят. К сожалению. Она до сих пор еще не оптимизирована. То есть, на x1 скорости, когда ты играешь, это очень, очень долго. И я понимаю, если я точно такую же сеть сделаю, там почти под сотню поездов, состава уездила, машин, то у меня точно такое же будет. Так что мне надо будет как-то с этим решить. Не ожидайте, наверное, сильно много состава. Красота будет. Если будет игра подтормаживать, буду по мере назначения их пускать, не более. Так что, может и сеть большая будет. Ну, чтобы прям вот один за одним они ездили. Не хочется просто потерять сейв. Сами понимаете, столько тут вложено труда. Буду так потихонечку, по мере назначения, все это делать. Кстати, вот тут мы возле лесопилочки, я ее в будущем тоже подключу. Вот этот у нас перекресточек, где я сейчас сделаю мостик, его нужно будет переделать. У меня есть там одна мысля, как ее лучше сделать. Здесь я подгодавлю участок для четырех путочки. Это у нас электричка. Мы, кстати, на ней прокатимся. Электричка, которая будет выходить из Сочи и заходить в Санкт-Петербург. То есть, у нее будет маршрут в Санкт-Петербург на данный момент, в Сочи, Минск. И потом у нас на Пскова она пойдет. То есть, четыре остановки у нее будет. Как вы видели, я там сначала развел по одному пути. Это была как разметочка. То есть, я не собирался по одному пути оставлять. Я просто везде иногда размечаю, а потом уже делаю именно пути. Просто тут особо сложный участок, и ему придется мне больше времени провести. Тут бы у нас как бы полуцентровая находится именно вот этот полуцентровой, как бы вам сказать, завод. Где завод товаров, он полуцентровой. И он там находится. И мы, наверное, знаете, что еще сделаем? Я грузовые еще самолеты ни разу в игре не пускал. И Доктор Добра мне написал в комментариях, что он бы не прочь увидеть грузовые самолеты. И я тоже хочу. Так что давайте попытаемся в этой серии, наверное, еще и грузовые самолеты запустить. Сначала стандартные, которые у нас есть в игре. А потом, если что, со стима какие-нибудь красавцов скачаем, которых можно будет полетать. Я знаю, что на авиалиниях грузовых можно просто имбо много зарабатывать. Ну, мне как раз в плюс, пускай. Ну, у меня, в принципе, сейчас и так неплохой плюс. Я потихонечку уже давно вылажу. Тут сколько у меня там? Почти полмиллиарда, пятьсот тысяч. Ну, нормально. С каждым не все больше, 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 больше становится. До двадцати пяти миллиардов еще не дошло, как мне писали в комментариях. Ну, все, в свое время дойду. Смотрите, здесь я опять же делаю разметочку. Где у нас будет будущее перепутья. Это нижний путь, нижний путь я удалю. Потому что можно было, в принципе, сразу провести. Но я там уже кусочек оставил. И я уже понимаю, ага, мне нужно вести туда. Мне нужно вести туда. И все. Здесь я буду так опускаться вниз. Вот так опустился вниз. И все. Чтоб вы понимали, это уже идет высота минус четыре. То есть, по сути, игра уже, ну, напрягается. Потому что, если что-то не так сделать, то может игра как вылететь. Вот тут я особо снимал. Думаю, хоть бы не вылетела игра. Может игра как вылететь, так и еще что-то может случиться. Особенно, если там именно путь на путь наложить. Бывало такие вылеты тоже. Так, вот так вот провожу. Сейчас, вот здесь я вроде бы буду пользоваться терраформингом. И вы увидите, какая будет реакция у игры. Мне придется весь вот этот нижний маршрут перестраивать. Так, вот закрашиваю, да? И вроде бы вот тут вот моментик. Да, вот возьмут, оп, и видите, вода появилась. Я вспомнил такой, ай-яй-яй, я ж на минус четыре нахожусь. Здесь терраформингом нельзя, к сожалению, пользоваться. И я назад восстанавливаю дорогу. Оп, давай провожу. Есть. Первый путь и второй путь. Все готово. И все назад восстанавливать. Видите, если посмотреть именно по твоеоформингу, мы находимся под водой. Вот этот вот у меня перешейк. Очень интересно получился. К сожалению, за кадром, ребят, я вам покажу. Сейчас покажу. Сейчас совсем немножко таймопса осталось. Как оно вышло. И если успеем, мы по этому перешейку Межгорье по-любому проедемся сегодня. Ну, сто процентов. Мне нужно просто дойти будет до Барнаула. Возле Барнаула поставить станцию. И можно будет нормально ездить. Барнаул. Это у нас получается. Санкт-Петербург. Барнаул. И Харьков будет. Три остановочки. Нормально. Вот так вот выглядит доделанная развязка. Давайте поближе вам покажу. Съезды, разъезды. Я, в принципе, здесь уже распланировал, что куда будет ездить, зачем и почему. Смотрите, вот эта вот станция, она пока не работает. Но как только нам понадобится отвозить данный ресурс или привозить сюда, именно чтобы поставлять уголечек. Я посмотрю, уголечка у нас не сильно много. Мы ее сразу запустим. Так, вот тут вот тоже готово. Вот, развязочка, смотрите какая. То есть, я немного леса здесь набросил. У нас, получается, идет центровая. Как вы уже помните, это у нас пассажирская ветка. И крайняя ветка. Это у нас груз. Вот груз в одну сторону, груз вторую, пассажирская. То есть, все ездит, все разъезжается, все нормально. И вот межгорье. Вот такая вот красивенькая. Ровненькая. Прекрасно выглядит. Надо тут только по нему проехаться. Так, я предлагаю сделать следующее. Сейчас мы ставим, значит, Сочи остановку в Минск. Давайте так сейчас и сделаем. И прокатимся на таймлапсике в город Минск. Так, так, так. Первая электрическая в Минск. Где ты? Нет, не туда. Все, вот. Оп. Наша ласточка. И управление транспортными линейами. И что, у меня щукина? И что, почему у меня щукина, а не Сочи? Странно, странно. А, потому что ж мы его переименовали. Точно, точно. Все. Минск есть. Готово. Есть, есть, есть. Все, прыгаем. Она у нас, вроде бы, электричка находится здесь. Есть, все, прыгаем на электричечку и поехали прокатимся на ней. Ну, поехали. Ох, хорошо-то как. Слушайте, я даже не думал, что прям так в ускоре в таймлапсе, когда ты едешь по ЖД. Интересно-то. Это мы отъехали от Санкт-Петербурга, дорогие пассажиры. Следуем в город Сочи. Хорошая погода, как раз для купания. Так что, если что, не забудьте сходить на пляж. Прибываем к станции Сочи. Не, не похоже. Не похоже. Ну, может быть, если бы, как бы, машинист был бы, то нормально, может, было бы. Так, подъезжаем потихонечку, потихонечку. Это мы на мостовой в Сочи. Слушайте, круто выглядит. Пишите в комментариях, как вам, когда строишь маршрут, это мне предложили. Когда построил маршрут, сразу прокатиться на нем в таймлапсе, как раз, говорит, и экономить время будешь, и прикольно будет получаться. Ну и правда так выходит. Так, отправляемся с города Сочи в город Минск. Новый маршрут, недавно проложивший очень много перевозок пассажиров. Так что, сэкономьте время, воспользуйтесь нашим транспортным средством, ласточка. Так, поехали. Оп, здесь мост, который я делал. Хорош. Ну что, тут потом мы еще добавим состав. Может, потом ласточку еще в обратную сторону пустим. Я хочу еще сделать, чтобы с Минска ездила. С Минска еще одна ездила. Так, это мы сюда прибываем. Может, тут какой-нибудь получше сделать? Ну ладно, то потом, по-моему, в Минске, если что, расширимся, чтобы там лучше станция была. Пускай пока такая будет. Хорошо прокатились. Давайте теперь приступим дальше к строечке. Надо же еще один маршрутик сделать, потому что он у нас разрушился. И ездил у нас, получается, ЧТ-4 или как там, я не помню, состав. Локомотив называется. В Сочи, да? Теперь мы его перенаправляем в Барнаул и делаем красивый маршрутик. После того, как мы сделаем маршрут, также прыгнем на данный локомотив и проедемся, посмотрим. Тут я вывожу дорогу, буду соединять ее уже с существующей, которую мы провели там в Межгорье. И, соответственно, будем ехать. Потом там будет, наверное, знаете, как я сделаю, проведу дорогу вдоль берега. Там будет, ой, как красиво. В ускоре, я думаю, это будет вообще просто в тайм-лапсе красиво. Вот так вот где-то выведу, да, приблизительно, плюс-минус. И будем по над берегом. И я там посмотрел, там, в принципе, когда при подъезде в Харьков, есть тоже лощинка в Межгорье. И можно вот этой вот лощиночке в Межгорье тоже сделать как раз вот этот вот ЖД-шечку. Будет очень красиво. Надо будет потом еще проехать. Вот точно проедем и будет круто. Потом, после этого, мы, наверное, подстроим аэропорт возле товаров. И запустим мы его куда правильно в город Добра, чтобы он забирал у нас эти сталь. Возил. Во. И будет у нас первая доставочка стали. Если это все успеется за одно видео, это будет, ну, просто мега круто. Насыщенное. Много построим. Много-много построим. Вот, видите, вот это вот Межгорье. У меня тут некоторые проблемки возникли. Ну, в принципе, нормально все решилось. Можно будет потом подправить. И вот здесь вот одна из проблем. Я понял, что мне здесь придется перестраивать станцию. Вплоть до нуля. Потому что надо перестроить, ребят. Она не адаптирована именно для тех задач, которые мне нужны. Она сейчас только адаптирована для приема мелких транспортов, грузов. А тут именно будет такая большая текучка. Большая-большая. И ее нужно будет адаптировать. Ладно, в какой-нибудь из серии наведем именно на вот этой станции Харьков порядок. И сделаем ее красивую-красивую. Все, я теперь проверяю маршрут. Тут недалеко у нас стоит как раз именно с этого маршрута состав. Локомотив. И поехали. Это мы возле Харькова были. Сейчас направляемся в Санкт-Петербург. Потом мы с Санкт-Петербурга проскочим рядышком Минск. Поедем по Межгорью. Ой, там красиво как будет. Мы там еще не катались. И потом будем направляться в Барнаул. Это круто будет. Я думаю, это будет хороший маршрут. Потому что когда ездил именно вот это вот ЧС. ЧС, да? ЧС-4 он называется. ЧС-4. Надо будет потом точно посмотреть. ЧС-4, когда он ездил именно в Санкт-Петербург, Минск и Харьков. Но он не особо давал прибыль. Потому что там как-то то ли они близко находились. А сейчас расстояние увеличилось. И я думаю, соответственно, у нас и увеличится прибыль. Ну что, потихоньку растем, растем. Это мы уже две ветки прокинули. Грузовых, скорее всего, будет намного больше, чем обыкновенно пассажирских. Вот это у нас получается. Одна электричка есть, да? Один скоростной есть. И вот это вот мы едем пассажирский поезд ЧС-4, который следует в три города. Нормально. Так, это мы подъезжаем сейчас к Сочи. В Сочи мы проезжаем мимо. Мы в него не заезжаем. Там у нас с этим работает электричка-ласточка. Которая у нас в Сочи везет, соответственно, людей как в Санкт-Петербург, так и в Минск. Так что мы проезжаем Сочи, Минск и сразу летим в Барнаул. Ух, как же круто, слушайте. Почему я так раньше не доходился? Ребят, если есть у кого какие идеи, пишите в комментариях. Я их попробую реализовать. Это очень круто. Еще тут, и правда, если бы добавить сейчас побольше, бы тут движение было бы вообще крутяк, бы было бы тут выглядело. Вот, смотрите, межухорье. Это первое. Это у нас получается Санкт-Петербург-Барнаул. Он следует. Вот, ой, какая красота. Красотень. И с этой стороны у нас еще будут именно составы товарняки идти с товаром в Санкт-Петербург. Вау. Круто, круто, круто. Там как раз съезд я настроил. Нормально. Тут надо будет сделать станцию. Вот тут прям прямой у нас будет аэропорт. Это мы сворачиваем. А в той стороне прямо будет аэропорт. Я сделал. Может, его можно возле товара у ближайка поставить. Ну, мы сейчас разберемся. Но аэропорт в этой серии будет 100%. Я в 20 минут ужался. Именно столько много информации. Блин, ребят, это мне нравится. Но, знаете одно. Если я ужимаю столько много информации, и она интересная, и мы быстро строимся, то может быть меньше серий, и мы быстро застроимся. Ну, это один из минусов, потому что некоторые хотят, чтобы был сезончик как можно дольше. Я потяну, ну, я тогда буду делать красоту, ребят. В принципе, и вот так вот круто. Ну, на красоту, я вам скажу, уходит времени больше, намного больше. Надо будет как-нибудь комбинировать. Чтобы вот так можно было построить маршрут, красоту, прокатиться. Да, вот это вот, наверное, будет самое круто. Если что, поддержите просто лайком и напишите комментарий. Если вот так вот, допустим, снимать, да, мы проводим маршрут. Потом наводим возле этого маршрута или возле этой станции красоту. Запускаем состав, локомотив, неважно, что там, товарняк. Вот так вот прыгаем на него. Прокатились. И потом, если у нас время остается, следуем так до следующей остановки. Итак, мы, кстати, сейчас приближаемся к станции Харьков. Да, вот тут вот надо будет переделать станцию и, наверное, сделать узловую. Тут вот как раз вот она просится, узловая станция. Красивая узловая станция. Тем более, у нас он находится по центру. О, приехали. Тут как раз, смотрите, ермачок на разгрузочке стоит. Прикольненько. А ну-ка. О, да-да-да-да. Вот он, красавчик. Ермачок. Отлично прокатились. Так, я думаю, таймлапсика у ребят хватит. Давайте аэропортик уже построим без таймлапса. Я просто понимаю, если вот так вот именно, в таком вот формате строить, то можно буквально там за 40 в минут впихнуть там постройку, я не знаю, сколько именно остановок. Но довольно много, ребят, довольно много. Давайте немножко подрастянем серию и, соответственно, понаслаждаемся нормальной скоростью. Дабы пока еще не тормозить ничего, хорошо. Так, порассуждаем. Смотрите, тут я сейчас поставлю аэропорт и запустим мы первый, соответственно, кого правильно за грузовой самолет. Я их еще ни разу не видел, так что я хочу вот именно на этом моменте, без всяких таймлапсиков, поставить его и направить в город Доктор Добра. И поставить приблизительно там второй аэропорт, где я его планирую, чтобы уже потом не переставлять по 300 раз. Так, давайте сейчас здесь проведу для начала дорогу. Так, дорогу, дорогу, вот она, вперед давай. Отлично, отлично, слушайте. Мне вот понравилось, да? 20 минут у нас, получается, таймлапсики были. Мы сделали один маршрут, второй маршрут. И не просто маршрут, такие длинненькие маршруты. Это всего лишь пассажирские маршруты. Ну, такими темпами я могу сделать не только пассажирские маршруты и грузовые маршруты. Но, это можно будет сезон сразу из 30 или 40 серий сократить там на 25. И все, 25 серий сезончик будет, если таким темпом строить. Так, тут давайте сейчас я разорву. А, в принципе, пускай. Так, 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 разорву, разорву, разорву. Для нашего аэропорта. Вот тут может потребоваться расширение именно станции. Но, пока посмотрим. Пускай пока такая будет. Если нужно будет, потом шире ее сделаем. Так, смотрите. Как здесь можно сделать? Здесь находятся три городка. 1, 2, 3. И можно бы... Не-не-не-не, давайте не будем. У нас есть один аэропорт, который в Ломанске находится. Давайте, вот там он и будет. А здесь мы поставим грузовой. Так, грузовой. Так, аэропортик. Там Доктор Добра вроде бы подкинул еще один модик на аэробусы. Сейчас мы его как раз испытаем. Так, это у нас старый. Я хочу новый. Во. Во. Правильно ж? Пассажирский. Не, во, вот этот мне нужен. И мне нужно, чтобы ты в гору не биоса. Вот здесь вроде бы нормально будет заходить, да? Чуть-чуть поверну сейчас. Вот так. Еще чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Автострада подвинется. Подумаешь. О, я вот так могу притронуться. А потом, если что, я там подредактирую. Точно, точно, точно. Так, значит, давайте. Пускай вот так будет. Автостраду пока игнорируем. Ничего страшного. Смогут пока на поезде проехать. Мы потом, если что, вот тут автостраду сбоку сделаем. Как раз она будет красивенькая. Можно было бы тут еще подровнять. Так, есть. Здесь мы подставили. Теперь направляемся в город Доктор Добра. Гляньте уже, какая большая сеть, да? Это мы какую сеть сделали? Это у нас вот тут кусочек был? Не-не-не-не. Вот, надо по спидлиметру. Это у нас вот тут кусочек был, да? Вот этот построен. А мы вот сделали кусок. Вух! 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 Можно было еще в Липецк протянуть высокоскоростной. Но я уже решил оставить на следующую серию. Просто я уже подумал, если я сейчас протяну высокоскоростную в Липецк, потом с Липецка мне захочется протянуть высокоскоростную в Ломанско, Чтобы в Ломанск протянуть высокоскоростную Мне нужно будет здесь сделать забор Я так подумал Все это можно впихнуть в одну серию Но это будет настолько много насыщенно И как вы воспримите Не знаю Да и плюс еще Это такая насыщенная Столько много информации Так Там мы поставили Тут нужно на посадку поставить И на посадку И я хочу следующее Подожди Там как идет Я сейчас если неправильно поставлю Будет плохо Здесь у нас идет На посадку правильно Да здесь на посадку заходит Значит там нужно нам ставить На взлет На взлет Нужно здесь поставить Ага Развернись другой стороной Ой как отлично вообще Слушайте Вот это я понимаю Так И на взлет значит Вот это вот хорошо Давай значит мы тебя вот так вот подцепим Я плюс минус где-то приблизительно Хотел еще пассажирские здесь сделать Да и можешь ты мне пожалуйста Прицепить вторую линию Можешь да И когда ты вторую Сколько вообще можно прицепить Еще можешь Ага Можешь Один два три А терминал Терминал только ставится здесь Да Угу Угу И то там дорога мешает Чтобы терминал поставить Хорошо Хорошо Тогда Значит тебе здесь и быть Я тебя потом немножко удалю В другую сторону Переставлю И здесь у нас будет Главный аэропорт Города Доктор Добра Отлично Как раз он будет и ресурсы Забирать и этот Немножко его сюда вот подвинуть Красивенько будет Все Все Отлично Красиво Если что Потом отредактируем В другой серии Сейчас я хочу просто Прокатиться Так Не спеша У нас в принципе Сегодня целая серия Покатушек Но из-за того Что я еще Грузовыми самолетами Ни разу не пользовался Хочу вот так вот Сделать Так Все Есть Отлично Отлично Поехали в ангар Сейчас хочу посмотреть Добавился Те Аэробусы Или нет Так Пассажирские Пассажирские Конкорд Два Маха О Конкорды Да Есть Это хорошо Отличные Конкорды Можно будет Потом испытать Но это Пассажирские Так И теперь Груз Конокарди Три Отсека 108 Не Не Давай А сколько он летит 600 Нет 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 Ту А че мод не добавился Обидка Обидка А че мод не добавился Там были аэробусы Большие такие Ребят Или вот он А вот он Получается Боинг Добавился Получается Вот красавец Боинг Или Ту А у кого какая вместимость И скорость 216 Вместимость 850 Скорость 893 Скорость 204 Вместимость 204 204 Давайте сначала Ту Запустим А потом Запустим Если что Вторым ходом Все равно Одного самолета Мало будет Бойнок Запустим Так Купить И Давай на маршрут Все Ну да Я посмотрю На грузовой Самолетик Пассажирский Еще ладно А вот Ой Красавец Красавец Не Это Это нельзя было В таймуапсе Ребят Делать Вот как хотите Но вот Именно Самолеты В таймуапсе Это прям Нельзя Сколько Что будешь Лететь До точки 16 минут Но это наверное С корректировкой Надо будет Запускать Сейчас смотреть Посмотрим Один Вылетит Когда он Вот этот Вот долетит До Этого Скажите мне Я вам скажу До завода Мы тогда еще Боинг Выпустим Деньги есть Да есть Там еще плюс В принципе Кажется Каждый раз Идет Каждый год Да Трат Сильного Уважения Сильно много По 26 По 50 Миллионов Уйдет Сколько Ох ты Ты посмотри Круто Круто Сколько Интересно Терминал Себе Вмещает 60 То есть Хочешь сказать Ты сейчас Полной Улетишь Ой Ляньте И шасси И этот Давайте Вот так На x2 Включу Типа Открывается Загружается Да 216 Да Грузится 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 Он получается Грузится И завод Сразу ему Дает Лянь Тын 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 Вместимость Хранилища Слишком Маленькая 78 Загрузил Все Значит Сейчас Сделаем Следующее Прилетает Этот Самолет И как Он Только Там Садится Мы Выпускаем С этой Точки Еще Один Самолет Боинг Слушайте Они же По скорости Разные Этот Получается Летить Чуть Медленнее Это Не будет Тот Летит 890 А этот 850 Ну Буду Надеяться Что Не будут Друг Дружку Догонять А то Может Быть Такое Что Боинг Начнет Догонять Его Да И Они Друг за Другом Будут Садиться Я Надеюсь Такого Не будет Поехали На Взлет Конкорд Дико Еще Запустить 2000 Километров В час Ну Если Что Мы На Стриме Конкорд Запустим Так Что Кому Интересно Приходите В субботу На Стрим 16.00 По Москве Будем Запускать Конкорд Два Маха 2000 Километров Поехали Красавица Красавица Надо Будет Еще Бойных Посмотреть Пошел Пошел 16 минут пока до 280 16 минут видишь от на городом все равно fps просаживается так именно здесь вообще ничего именно никаких ассетов нету и ffps садится то есть в принципе fps него вообще никакого влияния на этот как у ассеты на fps может и дают влияние но маленькая высоту набирает жалко тут высоту не показывает сколько он набирает и вон летит на посадку мотри птичка летит на посадку красиво все вот вы набрал высоту и сейчас должен набирать скорость я сейчас посмотрим восемьсот пятьдесят километров успеет набрать или нет 300 ой 500 километров да наверно 800 успеет разогнать матри сейчас уже почти 700 а ему еще лететь лететь ему до снижения далеко 700 а не вот начал матри сбрасывать 700 разве он скорость чем-то то есть они боинг его не догонит 700 чем-то скорость почему так далеко тормозить там принципе еще лететь и лететь это он на снижение наверно плавненько как-то идет далековато далековато это по сути concord может не имеет смысла и запуска но посмотрим ты в concord не не сможет набрать свои две тысячи скорости все на снижение пошел потихонечку потихонечку да смотрите сверху какой же застроенном вот красиво так я не вижу с такой высоты не видно вон видно один едет просто частота этих локомотива маленькая это он взлетел чуть-чуть набрал скорости и уже получается снижается какая же тебе карта нужно еще вытянутей чем это большая сильно сильно вытянутая можно посмотреть что там внутри а там прям внутри показывает смотрите пустой и забиты именно этим нормально мне интересно сколько сейчас денег дадут 78 единиц 78 единиц мы везем получается самого края карты самого-самого края карты везем 78 единицы и если я правильно понимаю сейчас не бабу она сыпит столько что мы сможем на свои ветки выпустить локомотива как и хочешь сколько хочешь и пускай хоть они в 3-4 раза в минус идут и можно будет создать большую поток такой на линии все шасси выпустил красиво а на что за гору не цепляется он тут надо было подровнять сначала перед тем как ставить ну можно потом удалить и подровнять автор страду наверное отпустить чуть-чуть сбоку как раз будет отлично все сейчас вот этот вот нас самолет сел мы его посмотрели сейчас посмотрим сколько у нас дадут денег за то что мы привезли всего лишь 78 единиц а на товар получается там дело следующее товар можно будет забирать отсюда до отсюда везти в санкт-петербург от санкт-петербурга ехать и там немножко расстояние проезжать пустым забирать пластик и везти пластик суда то есть там имба тоже маршрут получается очень будет прибыльный надо по карте посмотреть где можно еще аэропорт поставить где можно еще аэропорт поставить вроде карта большая аэропорту сильно много и не натыкаешь давай быстрее немножко давай посмотрим сколько с тебя сейчас на боинг пойдем смотреть красивый не могу просто так и момент истины же 8 ляма у нас нас списали 78 единиц ты продаешь за за сколько сейчас должен этот открытся до серьезно 78 единиц ты продал за 15 миллионов это шутка 14 миллионов 6 78 единиц за 14 миллионов так я на пол заставлю да самолеты и правда имба самолеты и правда имба что не говори поехали сейчас бойных запустим семьдесят восемьдесят восемь единиц семьдесят восемь единиц короче с бойных полный улетит смотри кстати сколько там у них по маршруту времени выходит 16 минут не 16 минут мало давай еще так боинг 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 вот он восемьсот а какие еще есть по восемьсот так это девятьсот восемьдесят единиц нет там смысла нету главное чтоб не меньше семьсот восьмидесяти километров есть если меньше семьсот восемьдесят км этого не стоит конкардия 600 не не подходит то есть получается вот эти вот два только могут летать три боинг и этот боинг и все давайте вот этот покупаем 102 ляма он за несколько ходок вообще окупится так есть поехали смотреть на боинг грузовой так 204 единицы значит получается если он полностью загрузится то 204 единицы он продаст за 30 где-то 32 миллиона то есть чтобы ему окупиться у ё-моё да ему несколько ходок нужно сделать что покупиться сейчас я посмотрю он полный будет просмотрим давать его то есть внутри он пустой да вот он пустой внутри сейчас он забьется это где у него откроется сверху снизу или сбоку не просто интересно так наверно сбоку вот тут вот откроется так это открылось что еще открылось все и все и загрузка пошла больше ничего не никаких больше я думал как там внизу еще что-то откроется не нету ничего и но по воздуху по воздуху ребят перевести по воздуху представьте себе завод будет жрать 4000 единиц в год по воздуху 4000 единиц перевести я думаю это очень сложно будет очень при очень сколько он сейчас получается 300 357 единиц 7 минут 7 минут а и тут взлет получается тот на взлет идет с оттуда а этот на посадку с оттуда то есть для лучшего обмена между ними там нужно сделать еще одну полосу видишь с посадка взлет две полосы это если я хочу значит построить здесь еще пассажирскую я должен точно также поставить получается посадка взлет вот она как хорошо я это учту хорошо я это учту сто процентов то есть с этой стороны у нас будет пассажирская летать в ту сторону нормально если есть какие-то предложения где можно еще поставить именно аэропорт хотя и так все все края заняты этот край тот край последний край остался вон там его ново ульяновский последний край остался можно попробовать туда поставить аэропорт туда мы еще пока дольем пока дойдем полетели какие же красавцы а и составы красавцы эти красавцы офигеть не ну это тайм-лапс нельзя это надо так наслаждаться давай посмотрим их сколько ты наберешь скорость высоту скорость пошел высоту набирать 300 тушка у нас смогла набрать 780 километров набрал высоту сколько ты сможешь еще один такой вопрос как выпускать получается если допустим терминал один да если я второй терминал буду ставить не будут они друг дружки мешать тоже вот это вопрос полоса что все равно если две полосы пробовать надо я с авиа авиа грузами вообще еще ни разу не пробовал ни разу ни разу сколько играю в первом сезоне сколько проиграл неровне пробовал вон летит по 3 тушка наверно летит да походу тушка летит вон она большой жирный такой видно так скорость смотрим 700 780 800 809 809 набрал и тормозить начал он тут то есть по сути он может его догнать 809 ну это ему придется много кругов сделать до 1 круг 2 3 4 может на 100 где-то тогда может больше все сейчас посадим красавцы посмотрим на него загружены полностью я просто сейчас хочу посмотреть сколько он даст сколько сколько денюжек отвалит так вот красиво сверху наблюдать вот тут нужно будет достроить здесь кстати в сочи знаешь как я планирую на я планирую сочи провести наверное еще уже дешечку которого так будет выходить в эту сторону но я не могу определиться как насчет грузовой линии там у нас находится еще железный рудник понял да то есть не все равно придется туда ввести грузовую ветку я вот хочу ей воспользоваться если из железного рудника будет идти грузовая ветка вот тут вот по внутренней то принципе можно где-то и грузовой терминал в городе поставить жидешные где-то вот здесь вот и они как-то должны будут соединяться нет ну вот тут вот приблизительно надо будет просто продумать там мелочи там нужно будет подходать так хорошо и плюс еще он чуть-чуть перерыть городишечку нормально как раз будет так идем на посадку а боинг кстати шустрее все это делает я заметил да загрузился этот если в разнобой разные пускать не будет ничего один бой нах один этот не главное чтоб старыми с топорняков не было воздухе не кружили они все заходи на посадочку сейчас посмотрим сколько денежек даст закрылки такие михающие круто все идем на посадку то есть и вторую полосу здесь сделать это она где-то будет тут автостраду наверно вообще под ухуру придется да вот тут вот под горой прям при плюс ночь у нас тут еще соединение с липецком ну такое себе такое тут именно вот именно вот этот вот участок его нужно будет обдумать тут еще кирпич плюс который нужен и барнаулу кирпич и минску кирпич и липецку кирпич то есть вот этот завод надо будет запускать сто процентов ну давай сейчас посмотрим сколько ты нам дашь на поездах мы сегодня ездили самолеты так полетали хорошо что у нас по финансам по финансам мы уходим в плюс 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 хороший плюс авиатранспорт получается плюс дает плюс еще железная дорога до 105 минут сейчас в минус было а а тогда чуть-чуть в минус короче счастье нас тянет авиатранспорт плюс такой большой 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 и дорога жрешка пока идет в небольшой минус но там ведь скорее всего из-за того что этим перевозка пассажиров пока раскачается там пассажира давайте посмотрим сколько ты 204 груза за сколько ты отдашь 204 груза это просто и так же копейки ну и если думаю на мои моды это копейки а и и и 33 миллиона 38 миллионов 1 ход к 1 ход к 38 миллионов да ладно 38 лямов а он мотри жрет 17 миллионов в год он он себя окупает еще и плюс дает офигеть офигеть еще парочку таких красавцев и все и можно можно забыть в обо всем круто круто пускай идет на взлет наверное на этом будем завершать ребят по-настоящему наслаждались самолетом понаслаждались ценами построили как вы уже поняли я уже слишком много стройки не стал впихивать чтобы чуть-чуть подольше был сезончик вообще пишите подольше пускай я тогда спрашивал сказали чтобы немножко подольше делал просто я могу сейчас разогнаться вы просто не можете представить как я могу устроить без записи просто когда идет запись мне нужно подумать как там записать как там сделать что-то еще а когда вот это без записи я строю я могу вот эту карту без записи там буквально не знаю там за три-четыре дня полностью всю застроить когда записью немного сложновато получается так ладно заговорился с вами наверно там уже затянулась но ничего главное что у вас настроение хорошее и будет у вас удачный день будет вся вас хорошо всем пока ребят хорошего настроения не забудь про жать и лайк если хочешь поддержать донатиком донат ссылочка внизу в описании так же само будет сообщение твое в начале ролика всем спасибо за поддержку лайками донатами и комментариями увидимся в следующем видео и 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